Экзамен по микре, он на носу, но возможно у вас плохие баллы за первый семестр, чего же ждать от экзамена? Сейчас в медицинском вузе рейтинговая система, и она означает, что надо стараться сдать текущие зачеты получше, тогда и средний балл будет выше, но, как правило, он не превышает даже у отличников 4 баллов. Что же говорить об остальных? Он на уровне 3 плюс-минус 0,2. Но тесты слабая надежда, так как их даже двоечники сдают на 4 и 5, но их результат не очень значим. А практические навыки? Да, в конце изучения дисциплины надо сдать праки, это то, чему тебя учили целый год на практических занятиях. Придется вызубрить методы окраски и методы стерилизации, компоненты сирологических реакций и ход некоторых лабораторных работ. Итак, к экзамену подходим с тремя оценками. Это средний балл, тесты и практические навыки. Возможно, ты участник олимпиады или член научного студенческого общества, тогда все грамоты и сертификаты на стол экзаменатора. Они тебя поддержат в трудную минуту испытаний. У каждого своя метода подготовки, и не мне вас учить, чтобы не переучиваться в последний момент. Остановлюсь лишь на самых узловых моментах. Распределите материал по дням. Например, у вас 4 дня на подготовку. Первый. Общая микробиология. Второй. Разделы инфекция и иммунитет. Третий. Частная микробиология. Четвертый. Все повторить. Посетить консультацию по предмету, а потом обязательно выспаться ночью перед экзаменом, не сидеть до утра за билетами. Первый день. Учим все методы окраски. Грамма, цель, нильсина, методы выделения чистой культуры аэробов и анаэробов, стерилизацию и раздел антибиотики. Во второй. Разбираем инфекцию. Факторы патогенности бактерий. Четко знаем источники, пути передачи инфекций. А затем углубляемся в разбор серологических реакций. Простых. Реакция агглютинации и прецепитации к сложным РСК и к экспресс-методам РИФ и ФА. В третий день зубрим токсономию тех инфекций, которые будут в экзаменационных билетах. По латыни в соответствии с бинарной номенклатурой. Заучиваем названия. А для вирусов названия семейств и тип нуклеиновой кислоты. ДНК или РНК. Каждую инфекцию мысленно делим на три части. Первое. Все о микробе. Если хорошая зрительная память, то рисуем коки или палочки или спирохету. Второе. О вызываемом заболевании. Но это кратко. Ведь инфекционные болезни, как предмет, будешь изучать на два года позже. Третье. Лабораторная диагностика. Называешь исследуемый материал и методы. По бактериальным инфекциям их не может быть более пяти. Микроскопический, бактериологический, биопроба, аллергический и иммунологический. По вирусным инфекциям еще однотипнее. Ранняя диагностика. Это заражение куриного эмбриона. Заражение восприимчивых лабораторных животных. И метод тканевых культур. И ретроспективное. С восьмого дня. РСК, РН, РТГА. Теперь внуши себе, что все возможное, что от тебя зависит, ты сделал. Дальше, как повернется колесо фортуны. День экзамена настал. Это день твоей победы. Поверь в это и передай свою уверенность экзаменатору. Тяни билет и спокойно готовься. Не пытайся списать. Телефон и наушники не прокатят. Эх, билет неудачный. Но постарайся убедить себя, что хотя бы один-два вопроса, которые ты знаешь, есть, с них начинай. Не делай больших пауз. Говори убедительно. Не отводи глаз в сторону. Преподаватели не звери и настроены доброжелательно, даже если это скрывается под маской строгости. Но с экзаменатором не спорь. Это к хорошему не приведет. И будет все по справедливости. И заслуженная оценка. А какая ты узнаешь в конце экзамена? Так как оценку утверждают коллегиально по согласованию с заведующим кафедрой. Ни пуха, ни пера. И вперед за знаниями. Постскриптум. Повтори пройденный материал, используя наш канал Популярная микробиология и ЗОЖ. Это тебе обязательно поможет. И ты сдашь экзамен с гарантией на 99%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!